Субтитры делал DimaTorzok Приветствуем и прощанием. Я просто запишу всю эту серию целиком, поделю ее на серию и за сегодня, за завтра вы ее увидите. То есть, как обычно, они выйдут ночью и посмотрят каждый, как ему удобно. Собственно, давайте начинать. Я очень этого ждал и вообще просто третий эпизод закончился. Ну, блин, это просто какой-то разрыв был. Давайте же смотреть. Мы прибыли в Саванну, насколько я помню. Что нас тут ждет? Мы пойдем искать родителей. Клем. Потихоньку вспоминаю. Давненько я уже не играл в эту игру. Ну, очень соскучилась игра, просто согласитесь, это просто прелесть какая-то. Ее даже игрой, по большей части, назвать нельзя, потому что это интерактивное кино наподобие Хеверейна. Мы потеряли Карли. Мы потеряли Карли. Из-за этой долбанной стервы. Мы бросили ее, ибо нечего. Встретили старика-бомжа, который оказался очень мудрым. Научил Клем обороняться. Кенни потерял свою семью. Я думаю, что мы должны рассмотреть твоих родителей. Серьезно? Да, мы должны знать, если они в порядке, и, ну, если они не, то что случилось? Я был тот, который дает бандитам заплаты. Что? 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 Встретили двоих новых попутчиков по дороге. И, да, и с нами кто-то связался по рации и сказал, что Клементин, приезжай в Саванну. Да, мы встретимся. Какого хрена кто это был? Я, говорит, не знаю, но я не думаю, что мы будем очень счастливы, когда выясним. Так, ну и что ж, начинается новый эпизод под названием За каждым углом. Обалдеть. Это что за тяжелые звуки такие пошли? Такого раньше не было. Так, мы приехали, да? Город просто опустошен. Ну где все зомби? Да, парень сломал ногу. Нам еще доставят проблемы, я думаю. Сценарист Гэри Уитта. Ну что, ему большое спасибо, верно? Не могу я ее с собой держать? После того, что там было? Я думаю, нет. Сосредоточься. Да, сосредоточься. Не сейчас. Внимательнее смотри на дорогу. Хорошо, извини. Как Амит? Нога у него плоха. Да я в порядке. Ты не в порядке. Тебе нужно отдохнуть. Ему нужно отдохнуть. Нам нужно двигаться. Нужно двигаться. Он потом отдохнет. Найдем лодку и... На воде будем. Да я не знаю, сколько он еще так может продолжать. Его нага становится все хуже. Нам придется его нести, похоже. Или бросим. Что? Нет, это не выбор. Лэдди, я знаю вас все 12 часов. Хватит говорить «мы». Пока что ты и он. Как только это все началось, я видел и хороший, и плохой в людях. Нужно понять, на какой ты стороне. «Мы». Нет «мы». Она права, мы группа. Нужно присматривать друг за другом. Сколько еще? Еще несколько кварталов до речки. Какого черта? Может, город не такой уж и мертвый? Продолжаем двигаться. Никто не звонит. Он автоматический. На таймере. Какой типо церкви-беллит от 20 часов? Странно это все. Там кто-то наверху. Ты уверен? Я никого не вижу. Я знаю, что я видел. Я говорю, что там кто-то был. Кто-то живой. Если бы я был в твоем месте, я бы ушел с улицы. Прямо сейчас. Ты же сказал, что она не работает. Алло? Ты там? Кто это вообще? Какого черта это было? Кто-то пытается с нами связаться? Похоже на предупреждение. Что ты там бубнишь? Говорит цитатами из какого-то произведения. Местные. По-моему, пара в церковь зайти, нет? О, господи! Господи! Бежим! За мной! Давай-давай-давай-давай, пошли! Ну, как обычно. Кенни! Было близко. Как думаешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Бен, помоги ей! Бен! Бен! Козел! Твою мать! Давай-давай-давай! Я не могу! Старик, выручай! Давай-давай-давай! Убирай ее отсюда! Я с вами попозже догоню. Двигайте жопами! Улица прямо там. Это не все. Ой, да дайте мне уже отдохнуть. А где Чак? Он в проблемах. Нужно помочь ему. Кенни, не тупи, блин. Надо помогать. Времени нет. Нужно бежать сейчас. Я буду в порядке. Просто идите. Чака бросили. Это что ж такое? Ха-ха-ха-ха. Хорош начало. Я подержу дверь. Ты в порядке? Рана открылась. Кровь течет. Инфекция будет. Нужно внутрь занести. Почистить. Кенни, как дверь? Я работаю над ней. Быстрее работай. Ну-ка, заканчивай. Еще больше привлечете их. Я поищу путь внутрь. Так, хорошее начало, блин. Так, Клем, ты бы отошла от двери, потому что тебя сейчас утянут нафиг. И не светись вообще. Думаешь, люди, что видели мертвые, что мы сюда зашли? Найдут нас? Попытайся не беспокоиться об этом. Даже если видели нас, сюда они не попадут. Мы же попали. Почему они не смогут? Мы же умнее, чем они. Они тупые животные. Они не умеют открывать двери. У меня был домашний питомец. Однажды он выяснил, как открыть дверь своей клетки. И когда мы проснулись, он съел половину печенья. Но это не то же самое, Клем. Да, точно. В этот раз мы печенье. Держись подальше от ворот. А я попытаюсь найти путь внутрь дома. Клем, временами есть ощущение, что самая здравомыслящая вообще девочка, самый здравомыслящий человек здесь. Амит, я в порядке. Ты не в порядке. У тебя рана по новой открылась. Теряешь кровь. И Бог только знает, что может там получиться. Может, инфицируют. Тебе, по-моему, пора прекращать так меня опекать. Мы позаботимся об этом. Мы тебя починим. Как только внутрь попадем. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста, помоги Кенни. Нужно быстро его внутрь занести. Вот и успокойся, я этим занимаюсь. Я никуда не пойду. Ну, в смысле, я никуда не денусь отсюда. Так, это что у нас? Здесь кого-то похоронили. Просто конура. Блин, надо поторапливаться. Я их слышу, они прям... У фонтана, я думаю, ничего хорошего не будет. Ай да, блин, он опять пошел сюда. Ну ладно. Так, у нас, кстати говоря, есть разводной ключ. И у нас есть лопата. Лопата всегда пригодится. Так, почему бы нам лопатой не... Я, говорит, не смогу тут проломиться. Ну, просто открыть, конечно, не получится. Без шума не открыть. Понятно. Бен, ты такая сволочь. Бен. Про Клементин. Я знаю. Я не знал, что произошло. Я просто замер. С тобой не раз такое не случилось? Просто послушай, что я тебе скажу. Еще раз ее в опасность поставишь, и тебе придется не о зомби беспокоиться. Я тебя слышал. Я пойду проверю. Все, пошел в жопу. Скотина. Ребенка бросил. Моего ребенка. Давайте выкопаем, посмотрим, что у нас тут. Не хочу, говорит, копать пока. Вообще, без каких-либо причин. Пока не выясню, что нам тут делать. Так, а что же на самом деле делать? Как с дверью? Путь нашел? Дверь закрыта крепко. Без шума ее не открыть. Наверное, есть другой путь. Если еще есть какой путь, я ее не вижу. Как ты вообще? Я, говорит, ценю. Но они думают, что сейчас о моих чувствах можно разговаривать. Времени нет. Как думаешь, внутри кто-то есть? Может быть, кто-то еще внутри? Нет. Мы бы их услышали. Но они хорошо забаррикадировались. Хорошее место держаться. Нужно только выяснить, как туда попасть. Может, я осмотрюсь? Так, ну хорошо. Может, Бен все-таки нам может как-то помочь. Как думаешь, эти окна можно как-нибудь открыть? Не думаю. Хорошо забаррикадировали. Да уж. Так, что же делать тогда? Скоро мы внутри будем? Да, уже скоро. Я надеюсь. Здесь холодно. Вот, блин, простота святая. Нашла о чем беспокоиться. Так, что же делать? Давайте, раз у нас нет таких очевидных решений, то мы... Не настолько, говорит, хочу. Что-то пить, чтобы это... Чтобы в эту мутную воду лезть. А, вот, смотри. Это что? Похоже, дверь для домашних питомцев. Я пробовал. Тоже закрыто. Кто эти двери вообще закрывает? Я закрываю. Я закрываю. Они по радио контролируются. Если собака с ошейником подходит, то дверь открывается. Магнит и замок, короче говоря. Так где собака-то? Хм. Я все понял. Короче говоря, есть такие ошейники, когда заходят, вот, то есть эта дверь открывается. На ошейнике датчик. И, похоже, сейчас мы ему воспользуемся. Будь осторожен. Мертвых копать сейчас опасно. Да уж, я знаю. Клем, отойди. Что там похоронено? Отойди. Посиди с Кристо и Амидом. Но я хочу. Просто сделай то, что хочу. Клементин обиделся. Ничего, переживет. Ох, запах-то какой. Давно лежит. Кому-то, наверное, принадлежало. Спасибо, капитан. Давайте возьмем ошейник. Не могу снять. О, это совсем отвратно. Ты в порядке? Да в порядке, дорогая. Просто запах. Ты уверена? Я же сказал, в порядке. Так, ну хорошо. Как бы мне этого не хотелось. Лопату мы, похоже, не берем больше. Но нам, похоже, придется сейчас открыть эту дверь и пропустить туда клемм. Хотя мы не знаем, кто там внутри. Но какой выбор у нас есть, да? Потому что никто больше не пролезет. Да! Да! Господи! Видишь там что? Нет. Похоже, там давно уже никого нет. Это же на крыше только что кого-то видел. Делай все побыстрее. Интересно, я смогу достать до туда? Осторожен, чувак. Нет. Я не могу. Да, я попробую. Думаю, я смогу. Черт побери, верни сюда быстрее. Ой, блин, а. Сначала спросить надо было меня. Я просто пыталась помочь. Я знаю. Хорошо справилась. Ты просто меня доставила поволноваться. Может, внутри поговорим? Нога очень болит. Вроде все чисто. Все заходим. Блин, это офигительно. Не знаю, с каждой головой все больше и больше радуется этой игре. Дверь закрыл. Бэкбэн. Продуктов, судя по всему, нет. Но, по крайней мере, мы в безопасности. Вроде как. Отдыхай. Амит. Извини. Да в порядке все. Я все. Уже полегче стало. Спасибо, крошка. А вот и хозяева собаки на картине. Как ты нам скажешь про рацию? Что тебе сказать? Что она работает? Что есть кто-то на другой стороне этого дела. Ты не думал, что это может быть worth sharing с осталью нас? Я только недавно это выяснил. Так это вы от нас спрятали? Отлично. Да кому не плевать насчет рации? Меня больше волнует, кто звонил в этот колокол и пригнал сюда всех этих мертвых. Вроде как он не хочет, чтобы мы добрались до речки. Почему ты не думаешь, что это один и тот же человек, который по рации с нами связывался и звонил в колокол? Потому что смысла не имеет. Зачем кому-то сюда мертвых приманивать, а потом предупредить нас об этом? Они не очень-то на дружественных похожи. Это верно. Я говорю, я не хочу, чтобы мы попали до речки. Может, лодки им самим нужны? Ну, мы это посмотрим еще. Я туда не пойду. Амиду нужно отдохнуть. Нужно Чака найти. Когда затихнет, пойдем к речке и посмотрим, сможем найти его. Ладно, я долго ждать тут не буду. Место безопасное. Я буду себя лучше чувствовать, когда ты наверняка это узнаешь. Нужно дом проверить. Хорошо. Ты и я пойдем по лестнице. Лит, и внизу здесь разберись. Проверь каждую дверь, понял? Хорошо. Что-нибудь я могу сделать? Что-нибудь я могу сделать? Посиди маленько с Кристой и Амидом, пока я не вернусь. Ли, извини меня. За что? Проходить через дверь без проверки? Я думаю, это было достаточно тупо. Просто спрашивай меня, ладно? С следующим раз когда что-нибудь подумаешь, что такое сделать. Хорошо. Так, ну ладно. Что мы имеем? Этот вход... Давайте на кухню зайдем. Тут, я думаю, продуктов нормальных нет. Собачья еда. Надеюсь, мы не будем такими голодными, что придется питаться этим. Я не настолько голоден. И, кроме того, мне нужно проверить по лестнице все. Так, что у нас здесь? Все проверим. Не волнуйся ли? Пусто. В раковине что? Ничего. Воды нет. Ну, конечно, нет. Откуда их взяться-то? Электричества, конечно же, тоже нет. Оно. Что за записка на холодильнике? Моя собака Волтер. Мы видели недавно. Холодильник. Все вычищено. Так, на кухне нам поживиться, к сожалению, вообще нечем. Так, давайте в гостиную зайдем. Старые часы. Давно уже остановились. Выглядит дорогим. И тяжелым. Мародеры не смогли бы утащить такой стиль. Как дела? Ой, меня эта вот, честно говоря, женщина начинает раздражать уже просто. Слишком настырная. Кто бы это место не зачистил, две бутылки оставил. Похоже, выпивать не любил. Брать не буду. Не самая лучшая идея. Нужно быть здравым. Раз в сутки. Так, что у нас тут? Уборная. Здесь никого не прячется. Ну да. Не мой стиль. Так, так, так. Ладно, ладно, ладно. Дом напоминает почему-то дом из шороха, да? То есть, кто видел это прохождение, конечно же. Или сам играл. Что здесь? Шкаф для одежды. Пусто. Осталось одну дверь проверить. Так, парадный вход. И здесь у нас что? Господи! Что? Что произошло? Да ничего. Просто... Да ничего. В этом месте не так уж много. Мы здесь некоторое время будем в порядке, пока снаружи не утихнет. Хорошо. Спасибо. Он в порядке? Да. Но пока. Но мне ее нога беспокоит. Инфекция, все дела. Ты же вроде не нашел медицины? Нет, только собачью еду. И виски. Я только что спрашивал Клементину, знает ли она человек на рации, по рации. Ты можешь нам сказать, кто он? Что ему нужно? Давай, Клем. Все в порядке. Ты не в порядке. Никаких проблем. Просто друг. Я не думаю, что он хочет нам навредить. Что он тебе говорил? Что ты ему говорила? Я сказал, что пытаешься найти своих родителей, что они в саванне. Он выглядел хорошим. Он сказал, что поможет мне их найти. Родная, поверь мне, он не это хочет. Ли? Нужно резко подняться наверх. Что произошло? Это Кенни. Ох, какая хоррорная часть. Кенни сказал, что наверху что-то слышал, пошел посмотреть. Вон наверху. Не могу до него докричаться и сказать, чтобы он спускался. Здесь, вставайся. Давайте проверим. Ты с этого угла к себе задницу отстрелишь? Не можешь как-нибудь побезопаснее таскать. Кенни, Кенни. Кенни? Кенни, ты в порядке, поварень? О, господи. Это что еще такое? О, господи. Офигеть. Офигеть. Твою мать. Похож на гуся, да? Да просто ребенок. Что же с ним произошло? Он здесь просто прятался. С голоду у нас. Господи. Не знаю, смогу ли я, Ли. В прошлый раз не смог. И сейчас не смогу. Я могу это сделать. Нельзя же его тут так оставлять. В прошлый раз он был твоим сыном. Теперь просто ребенок, которому нужна твоя помощь. Ты можешь это сделать, Кенни. Ты должен это сделать. Я знаю, я просто... Господи. Тут он спал. Мой... Мой жизнь. Да уж и смерть плохая. Еда кончилась, как и у всех нас. Как у нас еще и может кончиться. Все пустое. От жажды умер, прежде чем умер от голода. Бедный ребенок. Пытался спрятаться здесь и умер от голода. С Клементином могло бы то же самое произойти, если бы я ее не нашел. Блин, надо было потише. Сейчас же опять услышат с улицы. Извини. Нужно похоронить его. Я об этом позабочусь. Офигеть. В каждой серии игра шокирует, блин. Казалось бы, рисованный стиль, да, но ты чего начинаешь? Ой, капец. Офигеть. 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 Продолжение следует...